Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я разберу образ с длинной джинсовой юбкой. Сейчас, на самом деле, каждый уважающий себя блогер должен подобную юбку иметь. И, возможно, вы уже приобрели себе подобную вещь и знаете то, о чем я вам расскажу. Если вы только задумываетесь о покупке подобной вещи, возможно, вы эту юбку в итоге и не приобретете. Итак, все кажется очень красиво на фотографиях. В целом, когда снимаешь себя и делаешь селфи, тоже все выглядит очень неплохо. Сегодня на мне джинсовая юбка с фронтальным разрезом. Нужно обратить внимание на то, что она у меня на бедрах. Сегодня у меня облегающий топ. Это не боди, но здесь в идеале использовать боди. Если у вас не боди, как у меня, заправьте его в нижнее белье. Поверьте мне, это предотвратит складки, которые совершенно не нужны. Я выбираю сегодня снова высокий каблук. Часто мне говорят, что я ношу его только для съемки, чтобы у стены постоять. Нет, посмотрите, как выглядит моя обувь. Я действительно использую ее в своей повседневной жизни. И она снашивается, к сожалению, очень быстро. Действительно, обувь на высоком каблуке – это обувь очень деликатная. И обладать этой обувью действительно затратно. За ней нужно ухаживать. И она изнашивается гораздо быстрее, чем любая другая обувь. И могу сказать, что я использую высокий каблук в повседневной жизни. И хочу вдохновить очень многих своих зрительниц также на то, чтобы хотя бы иногда, хотя бы на несколько часов, но все-таки надевать такую красивую обувь на тонком каблуке, на более устойчивом каблуке, возможно, более низком. Сегодня я буду пахнуть апельсинами. Часто меня спрашивают о моих любимых ароматах. Их у меня нет. Я использую монозапахи. Это какая-то тосканская марка. Эти запахи стоят недорого. И на самом деле это даже не духи. Это для запаха в квартире. Но их можно использовать. Они абсолютно натуральные, в том числе и для себя. Отправляю все это с собой в сумку. Я на самом деле ношу именно этот маленький бутылечек с собой. Также ношу наушники. Я показывала зарядку, жевательную резинку. И все это умещается у меня в мою маленькую сумку. И здесь я знаю, тоже у многих есть вопросы, что я там ношу, что я вообще могу туда уместить. И вы знаете, очень многое. И я знаю, что очень многие, кто смотрит мой канал, тоже задумываются об использовании достаточно маленькой сумки. Это красиво, это женственно. И вы знаете, это очень и очень удобно. Носить с собой действительно маленькое количество вещей. Точно знать, что у тебя находится в сумке. И без труда все это в сумке находить. Сегодня я буду использовать сумку на плече. Мне кажется, что это больше подходит к этому аутфиту. Хотя плечо у меня часто устает от сумки. Она все-таки немало весит, несмотря на свой маленький размер. И часто я беру все-таки ее в руки. И что я могу вам сказать? Я могу вам сказать, что в жизни этот образ выглядит не очень фотогенично даже. То есть, ну, в принципе, несколько кадров красивых сделать можно. Но этот образ действительно очень квадратит фигуру, если хотите. Юбка хорошо смотрится только когда ты идешь. Причем желательно идти быстро и шагать широко, чтобы было видно в разрез хотя бы часть ноги. Тогда образ немножечко утончается. Ну, а в целом, если ты стоишь и, допустим, с кем-то разговариваешь, то юбка выглядит как слишком громоздкий прямоугольник в образе. Поэтому в целом подобную юбку я не рекомендую покупать за большие деньги. Если очень хочется трендов, купите ее в недорогом варианте. Моя юбка из Stradivarius стоила меньше 30 евро. Ну и также могу сказать, если вы думаете, что вы легко получите инстаграмные образы, то, скорее всего, это не так. Эта юбка действительно очень громоздко смотрится в любом аутфите. Ну что ж, мои прекрасные зрители, надеюсь, это видео вам было полезным, заставило задуматься. Мы с вами увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.